Как полюбить себя? О, так это же то, что вы искали! Волшебный метод. Тапки в сад. Здравствуйте, дорогие участницы прямого эфира, который называется сегодня посвящен теме принятия себя. Как перестать чувствовать ину за то, что делаешь, что хочешь? Например, потратила деньги на себя, потом начинает думать, стоило ли. Ну да, это вот как раз непринятельный любовь к себе. Это одна из установок «хотеть большего ненормально». Или есть еще такая очень распространенная установка «Я недостойна любви». «Я недостойна хорошей одежды», «Я недостойна хорошего мужа», «Я недостойна лучшей жизни» и так далее, и так далее. То есть вам нужно работать дальше, как перестать чувствовать. Вот именно на принятие работать. Есть какая-то часть, во-первых, есть установка, а есть потребность какая-то неудовлетворенная с ней работать. Непринятие желаний. Например, ребенок многого хочет. Ему говорят, много хочешь, мало получишь. Родители не понимают, что хотеть – это нормально. Может быть, не все получать – это нормально. То есть есть объективные границы. Но хотеть для ребенка – это нормально. Когда мама говорит ребенку, много хочешь, мало получишь, он запрещает себе мечтать. Он запрещает себе хотеть. И поэтому, когда ко мне приходят клиенты, я говорю, «Ну, а чего бы вы хотели в жизни? Чего бы вы хотели от отношений?» Человек говорит, «А я не знаю. Ну, как бы, ну, давайте помечтаем. Да, о чем мечтать? Ну, как бы, ну, квартира, машина, вот, наверное, об этом мечтаю. То есть, о чем и все? То есть, я мечтаю о том же, о чем и все. То есть, в каком смысле? У меня нет никакого собственного предпочтения. Я даже своих желаний не вижу. Когда человек говорит, «Я не знаю, чем заниматься в жизни. Ну, есть у вас какое-то хобби, интересное дело? Я не знаю. Работа у меня не любимая. А чем ему нравится заниматься? Я не знаю. Чего ему хотелось в жизни? Я не знаю». Это следствие того, что в детстве ребенку говорили, «Хочешь, ну, хочешь, мало получишь». Запрещали хотеть, запрещали желать. Ребенок говорил, «Я хочу быть балериной». Так, «Не надо нам балерин, у нас хватит. Пойдешь врачом, поняла? Ну, врачом будешь хорошо зарабатывать. Вот, баба Валя соседнего подъезда, вот врач, она много зарабатывает. Или там, ну, уважаемый человек, врач. Или пойдешь учителем. То есть, я отрицаю свои желания. Опять, одна из форм непринятия себя. Одна из форм непринятия себя, непринятия своих границ. Как она рождается? Она рождается из установки «Говорить нет, ненормально». То есть, человек не может сказать, «Мне это не нравится, я бы этого не хотел делать». Следующий вид непринятия себя, расщепления себя, непринятия своей уникальности. например, это воплощается в установках «Отличаться от других ненормально». Ну, например, говорили, вот смотри, все девочки пришли в белых фартуках, а ты хочешь идти в, не знаю, в платье. Отличаться от других ненормально. Давай, будь как все, не выпендривайся, не высовывайся, что ты выскочка такая. Да? Отличаться от других ненормально. Я должен постоянно озираться, смотреть другие, как другие себя ведут и, в общем-то, не иметь собственного выражения, собственной уникальности. Я даже не понимаю, в чем моя уникальность. Я не понимаю, в чем моя ординарность. Я как все, я ориентируюсь на то, что нужно всем, поэтому, если все бегут покупать телевизор, я иду покупать телевизор. Потому что я как все, я не принимаю. А выразить себя боюсь. А что подумают? Я не принимаю свою, своей уникальности. Следующий вид непринятия себя, это непринятие своего несовершенства. Мы все ошибаемся в жизни, но родители очень часто остро реагируют на ошибки. Много родителей совершенно не знают, как реагировать. И поэтому появляется такая установка ошибаться ненормально. Ну, например, это не обязательно, знаете, впрямую так. Мама говорит, ошибаться ненормально. Нет, это реакция просто на ошибки. Вот смотрите, если человек начинает думать, что бояться, я сейчас ошибусь, предпринимать какие-то новые проекты, например, уходить с работы, чтобы уйти с работы, чтобы начать свое любимое дело. А вдруг у меня не получится, боится ошибиться. У нас 90% страхов того, чего никогда с нами не случается. Окей. Ну вот смотрите, вот так формируется непринятие себя, то есть непринятие своего тела, например, непринятие своих эмоций, непринятие своих желаний, непринятие своих границ, то есть говорить нет, ненормально, непринятие своего несовершенства, непринятие своей уникальности. Так возникает расщепление личности и какую-то часть свою я не принимаю. Я ее не люблю. Первое. Нужно определить свои неудовлетворенные потребности. Вы знаете, что у вас есть потребности? А вы знаете, какие? Ну то есть вы можете сейчас перечислить, что у вас есть потребности на эмоциональном уровне, на интеллектуальном. Например, у вас есть потребность получать новые знания. Это такая потребность, то есть буквально, это не желание. Это потребность получать новые знания и потребность их распространять, то есть передавать. в чем это проявляется вы любите новости следующее что вам нужно вам нужно установить подсознательные установки просто так вот их не установить их нельзя определить знаете просто анализируя потому что они в подсознании не скрыты от нас следующее если вы установили свои подсознательные установки вам нужно их заменить вам нужно изменить старые на новые это тоже процесс непростой нужно проникнуть подсознание внутри нас есть скрытый механизм который нам запрещают это делать не дают нам это делать поэтому есть особая методика замены подсознательных установок старых на новые ну и к и в конце концов нужно обеспечить этим установкам приживаемость то есть вы эти установки положили но не обязательно не приживут это знаете как это несколько такое народное тело как вот другой орган или там какой-то новый сустав металлический нужно обеспечить чтобы он приживалась и в конце это пятый способ это в конце концов их из ну как бы применять на практике то есть уже посмотреть или опробовать их выработать шаблонное поведение шаблоны определенный который мы говорим привычку чтобы это вошло в привычку вот эти это собственно алгоритм как это делать то есть нужно работать вот и над принятием себя подписывайтесь и будете работать над собой